Это дерево, одно из первых попало под раздачу. Я очень радовался, когда я купил этот участок в 2015 году. Через дорогу напротив, у геолога 2 у меня, а это геолога 1. Прямо окно-окно, через дорогу. И радовался, почему? К этому времени мне пришлось остро бросить там, где у меня полторы тысячи сгорело. Только я, не считая уникальных вещей других. Слезы на глазах. Да, созгли? Да, это такая действительность. Да, это самое, столько лет потеряно. И в 95-90-90-90. И вот получается так. В том времени сосед я искалечил все три абрикоса, молодые красавцы. Персик мой. Почему? Потому что он купил десять годами раньше. Или там восьмю-шестью годами раньше. Купил. Жена отказывалась работать там, говорила, не хочу ненужинной грязки. А он уже терпич завез. И сад. Что-то я им подарил, что-то он мне купил. А вот эти вот до меня были. Три прекраснейших урожаи. Ах! Хоть подал в зависимости. Где он взял эти это? Я просто для его картинок только те, что я знаю немножко. Этот сорт. Вот. Брайское наливное. Желтое почти как короневский. Но раза крупнее. Вот. Вкуснейше. На моих глазах они умирали. А потом вот я вот здесь распиливал. Когда они умирали. Вот здесь. Вот здесь поняли. Он все. Сколько у него было? Десяток деревьев. Персик. Три абрикоса. Три этих самых. Вот этих. Господи. Три. Три. Полмаронетка. В общем. Вранское наливное. Три. Так. И еще кое-что. Он всем обрезал до высоты двух метров. Он грамоты может. И вот когда я распиливал уже мертвое. И это было самое начало эпидемии. Он же не понимает этого. Что вот эта рана не заживет никогда. Вот. И этого сейчас. Еще раз. Наука мудро молчит. Люди, которые имеют. Ну хотя бы кандидаты наук. Которые закончили эти же самые телевизиты. Они. Будучи многими людьми официальными. Ими еще звание. И должности. Вот. Они продолжают. Пропагандировать. Уничтожение деревьев. Прямо существа. А я то как. Вхожу. Я жертву. Я покупал дом. Вроде может быть. Это жертвы. Там дом то из этого. Взабило. А дальше что было. Все мои соседи. Справа. Слева. Сзади. Спереди. Еще один. Там. Ко мне привыкало. Пять. Все уничтожили деревья. У меня со всех. Есть фотографии. И фильмы. Я присылаю. Вызывание. Приезжать в виде. И не пять минут. Типа на восстановостях. А по сорок минут. По часу. Я водил. И показывал. Как умирают деревья. Которые изувечены. Вот. Это не помогло. Да. Все видели. Но к тому времени. Большинство яблок. Взрослых. Было изувечено. Да еще как изувечено. Ах. И они тысячами. Вот. Буквально. Вот. Вот эта картина. Я бы. Я тогда еще и фильмы не снимал. Толком. Вот. Едешь по трассе. Вот. А заборы. Жиденькие. Пока доедешь. Да. Остальные горы. Остальные горы. Остальные горы. 40 километров. Проезжаешь. Одно. Другое. Третье. Четыре. Эти самые. Пригородные поселки. Стоят. Мертвые деревья. Их потом. Еще в середине лета. Они еще стоят. Только на следующий год смотрю. Видимо. Зиму ждали. Все это ушло на дрова. Вот. Это какой у нас был край яблони. А потом оказалось. А пока не тот самый. И Нусинский тот самый. Вот. А почему это не стало. Почему. Это должно быть. Мы же жили этим. Кто поколение. Вот. К этому моменту. Это всего лишь. 5-8 лет назад. Садоводство умерло. У людей потухли глаза. Полностью. А сейчас. В среднем. Один раз в день. Когда я храповываюсь. И каждый день. Но когда я храповываюсь. Разрешенность прогибает. Что этого. Спасите. Я говорю. Не спасите. Эта эпидемия. Заживает свой век. Где-то еще. Сохранялось. Потому что. Ну не резался я. Потому что ему не до этого. Он не читал. Но из десяти каждые десяти девять читали. И вот результат. Вот. На моих глазах умирали яблони. Вот так вот. Каждый мой сосед. А я знал каждое дерево. Я. Почему. Потому что ко мне. Поехали скупщики. Железово. А как они меня узнали. Стативы. Эти. Каслярские газеты. Они ехали. Из. Северной. Каслярска. Из Тувы. Из. Из. И. Из. Какая-то. Перевышка. Тарстатинович. Урага есть. Есть. Вот. Смотришь. Стоят две машины. Обычно. Одна. Две. Не водили. Вот. Я уже не выдержал. Смотрю. Скромные. Ну. Приехали. Подвигли прямо. Кабина. Я. Дал им летнюю кухню. Спит. Тарстатинович. Где. одному соседу. 100 ветр набрали, по второму 120 ветр, ну, скупая там, напомню, по 50 рублей ведро, а мы брали по 80 рублей. Само-фикарно были мои. Вот. Итак, до 200 ветр. И у одних, потом они, они взяли пилу, они читали статьи, они читали и мои статьи, в штатах Сибири и в праздниках, две красавицы, газеты. Вот. Ну, как они читали? Я не знаю, я же призывал, не трогайте, не вешайте. А рядом статья, типа, обычно так, отрежу все лишнее. Как они начали отрежать все лишнее? У них было 300 ветр яблок. А сад-то, ну, там, побольше обычного. Ну, где-то, яблонь 40 было. 35-40 яблок. Вот. Сейчас я избавил сада, менял, знаете, на овощи. Яблоньку, они мне, эти, морковь в секунду, даже некогда было врачи. И этот сад, он уже погиб, знаете, просто однажды, они резали, резали, резали. И вот внутри, как раз, еще, говорит, 300 ветр яблок, яблоньку, 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 яблоньку. Муж ее, это, как ее зовут, это было? Валентина, значит, которая, газеты, она читала газеты, прежде чем отдать мне газету, она и читала газеты. Я выписывал. Вот, поселился. И они взяли, и все это вот лишнее отрезали. И как раз на следующий год пришла беда, еще вот ко мне не приходили, а было приходить на остатки. Прикуда вы сидите будете, у нас все взросло, а у нас все яблоньки поди. И вот это вот, я пошел, посмотрел, все. А рядом, рядом, еще в 2000 году. Посадили сад, еще одни хорошие сады, рядом с этими, как он называется, это, Валентина, рядом с ней. А они ни разу пилы не брали, и сейчас дерево цел. Вот так, нет, сейчас смотрю, одно уже стоит, сухое, не успели выпилить. Но, в принципе, сад цел. Вот это реальность действительная, вот это действительная реальность. Вот. И вот, значит, кто-то из вас, наш человек, пишет. Три миллиона просмотров ужас. Копыто бы себе отпилило, это не я. Копыто бы себе отпилило, дура старая. Невозможно это даже включать. Вот. Ну, я уж от себя добавлю, и не буду раскрывать. У меня есть фотография с его участием. И все есть, и как ее зовут, и как. Это одна из, вот, наравне вот эти вот самые страшные, чтобы вреда больше всего принесли. Это сами понимаете, это так, как эти самые, господи. Ой, даже это уже боюсь говорить. Вот. Ну, вы же все их знаете, да. И вот еще одна. Я про нее молчу, я боюсь, просчитет, посмотрит в длина. Антоник, хватит, я буду виноват. Вот. Я просто взял, смотрите. А, нет, я вообще убрал. Убрал. Было все, что надо, хотя бы не ее показать, а ее работу. Как она осенью колесит древо. А человек просмотрел целый фильм. Три миллиона просмотров. Ну, и смотрели же, смотрели, как она убивает колесит древо. Самая жестокая. Она не знает меры, она ничего не понимает. Ну, а она считает себя ученой. Это такой пропагандист. Ну, смотрелось. Помните, ты мой? Ну, так, давайте покажу девушку. Вы смотрите. Посмотрели? А почему я показываю? Сказать? Это мой сад. Это приезжает телевидение, дает команду. Начинаем. Там рядом Тимошка, ее сын. Рядом с ним тоже 10 лет. Вот. И... Начинаем. А для них это заработок. Это еще какой? Вот. Они когда все собрали, это... Ты даже больше сказать, сколько они ленили заработал. Чтобы не завидовал. Вот. А почему я выбрал вот такую эффектную фотографию? Сказать? Да. Да, девочка готовилась. Наверное, это самое... Долго упорно мазалась, долго упорно причесывалась. Ну, телевидение знало, что будет. Вот. Я делал сейчас не в это. Не в Европу. Но дело в том, что... Я использую фотографию, чтобы поднять еще одну тему. Ребята, если мы... У нас молодежь на даче ездит только шашлыки жарить. Так, нет? Вот. Вот шашлыки, пиво и простая водка. Вот так. Может быть, еще пострашнее быть что-то. Как сделать, чтобы молодежь хотя бы немножко занималась? В редких случаях, вы знаете, я каждый случай преподошу вам. Вот парень, шашлык, Харьковская область, 20 лет. А Монков у него больше всего иного. Это вот доктор наук. Вот. И потенциал. Не так, а потенциал больше. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вот такая молодежь симпатичная, вот когда-то. Такая же симпатичная, вот, чтобы она приезжала и не брала в руки лопат. Если только вот дерево посадить, а мы к этому идем. Я пишу. Можно вернуть молодежь сады. Если прекратить каторжи, калечащий труд. Поняли? Это моя любимая тема, наверное, на это. Потому что, если бы, ну, она соберет, она заработает. Вот, хорошо заработает. Но, если бы я и дал грузу лопату, честно скажу, да, любимая пленница. Ну, даже если бы я дал грузу лопату, это, больше бы я в саду не увидел никогда. Почему? Считаю, собственно. Весной перекопать, а потом все это рыхлить. А вы знаете, как трава прет? Вот когда дерн, вот он, видите, за это дерн. Вот. Мы специально, допустим, скосили траву, чтобы у нее не тонули плоды. А потом, она опять поднимется. И где-то, когда поднимется не на колено, а на пол колено. На пол колено. Вот, ну, настолько, да? Вот. С ее слова надо косить. И то, это. А вот есть такая позвольная вещь, которая, не знаю, те, кто призывает перекапывать, а потом все это рыхлить. Чтобы трава не продавала. Так вот. Стоит только эту траву. В апреле, плюс мае, июнь, июле. Даже в августе. Перекопать? И трава поплет. Три раза быстрее, чем вот такой дерн, который уже, тут уже каждая травинка имеет свое место. Вот. Как говорится, все схвачено. Вот. Лисы не дадут. А тут, когда перекопать, а там миллионы семян, которым не было шанса. Мы даем шанс, и теперь стоит ли лесной перекопать эту бочеву, якобы этому же дереву, хотя вообще в природе нет ни одного перекопанного метра. Но нас научили. И вот на полную все это перекопать, а потом все это бороться с травой. Мало нам грядок с морковкой и со швейкой. Вы представляете, какой труд? Наши, извините, жители в основном стоят в пользу рака, только для того, чтобы вырастить морковь в швейку. Они почему-то плохо растут. Зато дерн, зато этот бурен растет. Ого-го. Вы поливай, не поливай. Гонят все. И все заглушат. Так вот, отказаться от перекопки раз навсегда. Вот так мы можем молодежь вернуть. Поняли? О чем я? Вернуть можно, если кто-то хочет. А то же это главное. Это не нужна перекопка. Не нужна перекопка. Не нужна. Дереву не надо это. Это количество корней, количество, вы же знаете, что там бактерии. Это бактерии, это основа жизни на земле. Каждая бактерия имеет свой этаж. Каждая бактерия, значит, железь перевернули от плата земли. Все. Наверное, я не буду легче читать. Вот. Вот любую себя. Знаете, что такое? Белый налив. Знаете, почему я его показываю? Это свежая фотография. Вот. Деланные дней двадцать назад. Это белый налив. Это молодое дерево. Знакомьтесь по-новой. Почему я не пришел по-новой сказать? Да потому что вот это эпидемия, которую никто не извещал, и боролся с ней. Да, на данном этапе боролся бесполезно, болезненно распознанно. Явно завяженная сивра, вместе с саженцами, или, может быть, с плодами. Но, скорее всего, с саженцами. Вот. И... Все. Никакие лекарства не помогли. Ничего не спасет. Но, если того, что это химикаты не помогли, люди бы хватали даже за лекарства, даже за антимиротики, без полета. Ничего не спасет. Так вот. Теперь нам нужно восстанавливать. Уже не продолжать, а восстанавливать популяцию. Я специально привел. Вы что думаете, у нас в этом регионе остались белые наливы? Что нужно сделать? Иду по этому. Один рынок. Два рынка, где у нас продают эти. Ценоборские фрукты. Нету. Белый налива у меня это раньше белый налив. Это было. Сейчас я вам покажу. Это очень важно, ребят. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Полюбуйтесь на белый налив. Куда ты делаешь-то? Вот он. Нету. На рынках ни одного яблока белого не нашел. Значит, что получается? Это становится даже не региональной задачей. Это становится государственной задачей. Для этого надо, чтобы меня услышали вокруг вокального института. Минусинская серьезная научная организация. Красноярские уже до работы, зато все просто закрыли. Но там, по-моему, больше было интрига. Не понравился человек уничтожим, за все организацию. Ну зачем? Зачем нам эти? Вот я и говорю. Это должна быть новая программа. Теперь подробнее. Опять вторая племянница. Юлия Сергеевна. Вот она. Ну это самое. Зимние пашинки. Это чернки. Вот эти в длинных этих, видите, мешках. Вот. Это чернки. А сейчас она у меня осталась по нескольку сайта. В Ножурского века. Вот только абрикосы. Смородины и шелковицы. Шелковицы из-за этого самая, я считаю, уникально ценная. Самая маршлейка в мире. Так уж получилось. Вот. А еще по нескольку штук. Телефон услышан. Ученый гость из Киргизии. Гребенников Сергей Владимирович. Вот. Вы как мужик. Мне понравилось, что он. Из Киргизии я пошел в Морсад. Тем более он ул. Но эти все как трудно разговаривать. Вот. Есть такое выражение. Каждое второе слово мат. Но это не к этому. А это на случай. Каждое второе слово. Настолько термин, что Илья странно его понимал. И совсем не понимал. Каждое второе слово не переродьешь. Вот. А это слева. Торсун полнотроскопила. Свет мой садкурировался. Вот. Но нет у него той власти. Как он рассказывал, не совесть. Столько проблем было в инстуке. Он рассказывал, не все за него. Представляете? Какая там. Вот. А ценностью вот эти в чем. Настя, я говорю про турсуры. Это досье на всех нас есть. Это сейчас надо было бы науке. Выкупить у него это досье со всеми адресами. Вот. И потом я вам покажу книжку, которую мне подарил. Дочит проще. Так. Итак. Еще раз. Пермейников. Значит. Ученый из Катаристана. Из Беркека. Так. Фильм сделал. Все, что с него мог. Ушел. Так. Вы меня знаете. Вот. И. Сейчас. Могу он это все. Мы посмотрели фильм. Мы комментарии. Что казалось бы про это? Нет. Я получил комментарии. Смотрите. Первый комментарий. Это очень важно. Поверьте мне. Это расширяет наши горизонты. Сейчас я их расширю вам. Болейко Васильевне здравия. А почему этот ученый приехал к Акасии? Понятно, почему мы на вебинаре упоминали про естественную чашу кромодерев. Про естественную чашу. Естественно. Дело в том, что они это делают искусственные чаши. Вот. То есть человек в недоумении. Это тут как бы между срочи. Кто прав, кто виноват. Ладно. Вот. Я на всякий случай. Это я ему показывал. Да? Показывал. Я показываю и расшифровываю это и следующее письмо. Итак. На посередине. Мальдужский орех. Слева. Чварок. В этом году первый год за последние 20 лет он не дал урожай. Вот видите кое-каке. Видите он? Немножко висит кроши. А справа тоже в два раза меньше нормы. То есть здесь ветер 15, а она дает обычно 30, 40. Нет, ну 35. Это это основное. Груша. Нарядный криво. И вот этот треугольник я сейчас привожу как Содружество. То есть вот зря мы боимся мальдужских орехов. И же сейчас они покупают, потому что они опутаны с лавичьей тайной. Нельзя садить в сад мальдужский орех. А вот здесь интересов прошлые годы, они как треугольник объявлялись. А это самый слабый орех за последние 20 лет. Вот это галдужские орехи. Вот это одно. Но главное не это. Значит, давайте разделять сады. Промышленные и наши любительские. Я опустил самотек и теперь все, что вы видите, вот эта вот верхняя часть, верхняя половина. Это все упадет и разобьется. Сюда стременка не достает. То есть посмотрел. Ну хорошо я на семена беру. Хотя бы частично спасаю. Вот. Хотя бы частично. Ну в принципе. А дальше я говорю про Чернобаева. С этого дерева когда-то я его даю пяточки. Он, по-моему, несколько, ну два или три дерева есть нарядная фигура. Кстати, почему-то оно у него слаще получилось. Это тоже одно из удивлений. Но. Вот его последние слова. Я взял два ветра, нарядная фигура. А рынок у него недалеко отнес на рынок. Бабушка мотала просто по 500 рублей. Заработал тысячу на бензин. А бабушки теперь накинут еще и продают. Ну догадывайтесь. Наверное, 800-800 продадут. Ну то есть гарантии. Потому что в годы хорошая. Красивая. Я как раз. Вот я в чем это говорю. То есть поймете. И так. Это, как бы сказать. Интригуем. Это уже другой товарищ. После слова про обрезку. В прошлой части чашей. Обрезку загущающих веток. Вы же помните, что я против чаши. Против обрезки загущающих веток. Дома до обеих сторон. Глаза в глаза. Без рукоприклад. Что-то прошло не так. Чего ждал человек. Когда этот товарищ. Который представляет. Южную науку. Вот. Сказал, что мы деревья режем. Мы делаем чаще. Мы ограничиваем рост. Так. Так. Вот. Ну фильм же смотрели. Его интервью. Железал. Вот. После этого человек удивился. А почему я промолчал? Я кивал головой. Да потому что, ребята. Нет никакого противоречия. Если бы я жил в Кыргызстане. Я вынужден бы. Тоже делать, что он. Потому что. Кому нужны плоды, до которых не доберешься. Если бы в Сибири, я выросил. Самые огромные деревья. Это мои. Вообще в Сибири мои деревья самые огромные. Вот они. Вот. Я не старался. Я просто не ограничивал. Не подходил с рекатами. Иначе бы их уже не было бы. У меня есть груши. Высотой 2-3 метра. Я показывал. Вот такие вот. Матерские деревья. И я тоже. Чашу, не чашу. Я забыщаю специально. То есть я тоже халечу. Но это ради того, чтобы я показывал. 35, 40, 50. А может история такого я сниму. То есть. Вот этот человек. Оказался разочарован. Он хотел. Дома, то есть глаза в глаза. Чтобы я ему говорил. И стесняйтесь. Чаше дело. Нельзя. Узнано это самое. Обрезку забыщающих веток. Дерево теряет этот сам иммунитет. Ребята. Я был. Несколько оттуда. Вот. И я был в Таджикистане два месяца. Командировка на Таджийской армии. Мы забыли. Вот. И это там живы. Вообще не оболкнение. И ночью. Вот там пожалуйста. У нас смертельно. И я привожу пример. Вот она чаша. У меня снимки уникальны. Можно сказать, что кончится победой. Вот она в Таджикистане этого не случится. И в Таджикистане не случится. А в Сибири? Хорошо. Я специально подобрал фотографию. Сильно росли деревья. Здесь восемь-деять метров. Семенка достает только вот отсюда. Вот отсюда, конечно. Смотри. Вот так, смотрите. А вот это все. Обратите возможно. Выжили. Вот. Одно дело я это делаю с принципа. Не колечу. Вот. Семена вот эти я беру. Носит по нему. А вы так? Нет. Ну, академия. Потому что и не садское это дело. Народных носить. Ну. Получается, что хочется хранить дерево. Пусть оно уже растет сама по себе. Прижалка бывает. Ну, специальную в чашле делать не буду никогда. И вот такой же пример. Форминкист. Вот она стремянка. Пол дерева. И сейчас еще никто не снимал. Если снять не может, это надо. Пограммную машину ставить надо. Тогда точно достать можно. Вот. А это, как бы я, как бы противорез. И так, яблоня. Так. Чаши не делаю. Ничего не это. Не осветляю. Ни одной ветки не убираю. Но. Это мой принцип. Сейчас я вас знакомлю с корневыми отводками. И так. Товарищ, который наверху давал интервью. Вот он. Видели его сейчас вот. Он сказал, что они работают с клонами подвойные. А. Причем. Лично я. И. Подтверждение получил. Случайно. Это. Мне прислали. Ролик. А там. Не и. Имени Рисовенко. Город Барнов. И там об этом было сказано. Не для Сибири. Клоновая подводка. Неприятно было это читать. Вот. Что я не один так расширю. Да. Но. Почему-то. Не тут. Не там. Не было сказано. Я даже фильм один снял. Вы его скоро увидите. Там пойдет все. Вся колонна. Вся колонна, что каверикадерия, это одно и то же. Что каверикадерия, это одно и то же. Вот. И когда человек рассуживает, что колонны в сибири, это все только. Я все согласен. Но всех не предлагает альтернативу. Мне вот это обидно. Почему? Сельцевая подвое. Да. Это вот такое вот чудо. Даже явно не такие. Ну, не а другие подвое есть. Даже явно не у меня такого, что достигали. Попробуй с ними. Вот. Сельцевая. Но есть промежуточные классы. Ну, просто явно забывают, забывают, забывают. Вот он. Там корней. Сгулькин нос. Там их почти нету. Но берем с крестьянской хитростью. Посмотрите. Нормально развился сахар? После перешатки что с ним случится? Это даже не хорошо. Здесь земля раза в три, в четыре больше в граффеле. И внимание, смотрите, как он на самом деле. Видели? Казалось бы, ловить нечего. Казалось бы. Но, это один год такой. А спустя год, смотрите слева. Он вот такой. То есть, он так мощно бросает в колени, что я удаляюсь одновременно и кревить его. И коней это почти нет. Но я удаляюсь кревить его. И он растет и вверх, и корни вот такие мощные отрастают. И чисто, уже можно сказать, железу сгибает, потому что здесь все. Здесь пятнышко, которое показывает, где у него, у корневоднутка нет корневщики. Но все-таки, а ее нет, и вроде бы есть. То есть, получается, что это место не гниет. Посади вот так вот, гниет. А где пятнышко посади, не гниет. И смотрит он еще на юх. И уже привитый ученик-прирог. Привойся моей работы. Аж симптомы на 15-20. Я после этого хуже не стал делать. Вот, видите. Приказы видно. Внимание. Рядом сианец. Смотрите, ребята, видите. Рядом сианец. Сравним корни. С каким можно работать. Но этот был. Ладно, потом еще покажу. Итак, я заканчиваю разговор с всех. А я же всегда реагирую. Если всех мне написал это письмо. Ну, ладно, поняли там, что стенка на стенку, я должен был с ним вступить яростный спор. А я этого сделать не стал. Я уже объясню почему. Просто они по-своему правы. У них миллион нет. Тысячелетняя практика на юге. Виноваты те, кто сюда перенес. И она стала дебильной на севере. Там она нормальная. Поэтому никакой сетки. И тогда я написал следующее. Есть законы гостеприимства. И не забывайте, там на юге тысячелетняя другая технология. Вот. А дальше. Ее-то сдуру принести к нам в Северную Русь. Сдуру, понимаете, сдуру. Здесь надо дерево беречь. У них и так эти морозобоины, солнечные хорографы, ветра, обломанные орешки. И мы и так на границе выживали. Нет. Будем делать эти раны на конце. И говорит, обязательно заживут. И пошел за Северниками. Потому что одну ветку отрезал. Вторую, десятую. Вот нет. Еще не заработал. Надо полчаса держаться. Еще ветку отрезал. Ага, и это. А вот они пересекаются. Я вот эти пересекаются никогда не убирал и не уберу. Только потому что я ни разу не видел, чтобы эта ветка бы отсохла. Хотя бы одной из двух. Тут получается мозоль и все. И это тоже не верно. А им нужно только помочь поговорить. И тогда получается... Канара больше. Они не верят. Дажеoriented. Какого-то не верно. Корректор. От ange PO Hawthorne. Подзем哇 добро. Освенцы. Ф Stewari. Канарài purple маркет. Северница앙-ぁ. Кто mesmoこんな эвется. отивachowriting maritime.